Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Карагандинцы продолжают становиться жертвами аферы так называемых агентств. Сотрудники берут деньги под залог за съем несуществующих квартир. Далее пропадают с поля зрения клиентов, не отвечая на телефонные звонки. Продолжение в сюжете. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов поздравил хоккейный клуб «Тимиртау» с серебряными медалями в республиканском чемпионате. Хоккей в области, в отличие от футбола, стал социальным явлением. На путстве у Вечного огня из сквера Победы 40 призывников торжественным маршем отправились на срочную военную службу. Любовь к родине, по-моему, проявляется именно так. Служить и защищать. Карагандинцы все чаще становятся жертвами риэлторов-аферистов, которые берут залог за квартиру, затем выдают листок бумаги с номерами телефонов хозяев квартир. Однако на момент встречи арендодатели становятся недоступны. Одной из таких жертв стала Алтынай Морзобекова, для которой поиск квартиры в аренду обернулся неприятным инцидентом. По словам Алтынай Морзобековой, неделю назад она приступила к поискам трехкомнатной квартиры в аренду на длительный срок. Присмотрев все объявления в интернете, женщина остановилась на нескольких. Набрав номер, Алтынай узнала, что все эти квартиры сдаются через риэлторскую компанию «Позитив». Вежливый и доброжелательный сотрудник компании пригласил ее в офис для составления договора. Подписала договор, отдала 8 тысяч тенге, и они дали мне контакты хозяев квартир. Был только указан номер дома, но квартира сама не была указана. Вышла, позвонила, там Олег поднял трубку, сказал, все, к 8-7 как бы встречаемся. Хорошо, к 7 я пошла с детьми, но там был уже Олег отключен, были агенты тоже отключены, и как бы я уже там постояла час и поняла, что меня обманули. Но «Позитив» компании быстро стал негативом. Почувствовав, что ее обманули, женщина пошла в риэлторскую контору. Со слов Алтынай, там ей сказали, что если хозяин квартиры не берет трубку, то это уже ее проблемы. Деньги, естественно, никто возвращать не собирался. В социальной группе под названием «Кто пострадал от позитива» собралось за один день более 30 человек. У всех одна проблема и схожий ряд событий. Надежда Князева также считает себя пострадавшей, однако в суд подавать не стала, боясь волокиты, но теперь намерена написать заявление. Мы стали звонить по телефону, там сказали, что мы не можем сегодня, давайте завтра. Завтра мы стали опять же звонить, номер телефона был уже отключен. Звонили в агентство, они нам объясняли, что мы вам ничего не обещали. Квартиру, которую вы хотите снять, за такие деньги больше нет квартир. А так квартира уже не отвечает. Мы звонили с разных номеров агентства, спрашивали про конкретную квартиру, про конкретный адрес. Нам говорили, что квартира свободна, вы можете въезжать. Но по факту квартиры, видимо, либо вообще не существует, либо... И деньги нам тоже обратно не возвращают. Но жители, которые сами подписали договор, возмущены не только тем, что остались без квартир. Номера, адреса, да. И то, что вот интересно, вот сейчас девушка придет, приедет, мне один адрес дали, да, в тот же день. И другой девушке дают тот же день. И в третий тоже студентке дают тот же день один адрес. Стоит отметить, клиентам предлагается внести деньги сразу после подписания договора. Вот только сам договор многие читают невнимательно. Считающие себя обманутыми намерены обратиться в правоохранительные органы. Вот только такие дела рассматриваются лишь в суде. Мы изучили договор риэлторской фирмы. Составлен двухсторонний договор. И договор несет гражданско-правовой характер. Поэтому мы не имеем права вмешиваться. По всем вопросам заявители должны обратиться в суд. Состав преступления в действиях риэлторов, стражи порядка не нашли. Вывод можно сделать один. Внимательно читайте документы, которые вы подписываете. Фариза Албаева, Толиген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Полицейские Карагандинской области по горячим следам раскрыли преступление. Как сообщает пресс-служба областного ДВД, 3 мая трое неизвестных мужчин совершили разбойные нападения на водителя грузовой машины на автодороге Караганда-Жисказган. В 15 километрах от села Батых трое неизвестных, угрожая оружием, совершили нападение на водителя грузовой автомашины. Злоумышленники, завладев деньгами в сумме 400 тысяч тенге, скрылись. В ходе проведения разыскных мероприятий спустя 12 часов в поселке Атасу была задержана автомашина ВАЗ-2107, в которой находились трое молодых людей. В ходе допроса задержанные признались в совершении преступления, изъяты вещественные доказательства, оружие и деньги. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое жителей области, которые признались в совершении разбойного нападения. У задержанных изъяты вещественные доказательства, охотничьего оружия и деньги. В настоящий момент подозреваемый во двориной изоляторе именного содержания. В отношениях проводится досудебное расследование по статье 192, часть 2 УК Республики Казахстан, то есть разбойного нападения. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов поздравил хоккейный клуб «Тимиртау» с серебряными медалями. Напомним, что в результате финальных поединков со столичным клубом «Намат» темиртауские хоккеисты стали серебряными призерами регулярного чемпионата страны. 4 мая глава региона встретился с командой. Вот они, первые награды молодой хоккейной дружины. Проведя 7 финальных поединков, хоккейный клуб «Тимиртау» уступил столичной команде «Намат». С большим успехом темиртауских хоккеистов поздравил лично Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Мы все, карагандинцы, наблюдали за вашей игрой. Особенно мы переживали, когда вот две игры, одна четвертая финала, когда вы играли с «Бейбарс», было очень сложно. Затем это одна из самых лучших команд, это действующие чемпионы, да? И полуфинал, когда вы играли уже с командой «Орланд», «Кокшетовская» – это команда «Орланд». Ну, там вы вырвали победу в конце, где-то в овертайме. Ну, финал – это уже первый, сразу второй сезон, и сразу чемпионом стать не поймут, наверное, нас. Президент хоккейного клуба «Сараарка» Арган Нигматуллин заявил, что нынешние достижения фарм-клуба – это результат реализации собственной концепции, которая гласит готовить спортсменов и тренеров из местных кадров. За команду «Тимиртау» играют 12 казахстанских спортсменов. Это 40% от полного состава. И вот то, что мы сегодня, я считаю, выиграли серебряные медали – это показатель того, что концепция развития караинского хоккея, которую мы выбрали путем сложных раздумий, споров, оказалась правильной. А именно эта концепция такая – подготовка игроков и тренеров из местных кадров. Хоккей в области, в отличие от футбола, стал социальным явлением. Люди болеют, различные социальные слои участвуют. Наставник хоккейного клуба Дмитрий Крамаренко отметил, что нынешний успех – это также результат работы всех, в том числе и тех, кто всегда остается в тени. Этот успех, конечно, был, которые люди, так скажем, оставались за кадром. Это люди, которые помогали нам, весь персонал, профессионский персонал, технический персонал, которые были вместе все, команда была одна соединена. И во главе всей команды стоял Андрей Завлач Сигматулев. В завершении встречи глава региона пожелал спортсменам таких же высоких результатов в следующем сезоне, а также наградил благодарственными письмами. Команда, в свою очередь, преподнесла Акиму области памятный сувенир. Андрей Тенул, Жасгабасов Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Около двух тысяч жителей Карагандинской области обследовали специалисты медицинского поезда «Саламат-Казахстан». За это время состав побывал в 13 населенных пунктах региона. 3 мая высококвалифицированной медицинской помощью воспользовались жители города Каражал. Глубоко вдохнули, не дышим. Полноценный лечебно-диагностический центр, оснащенный самым современным медицинским оборудованием. На станцию города Каражал прибыл медицинский поезд «Саламаты-Казахстан» со специалистами компании «Железнодорожные госпитали медицины катастроф». Терапевты, хирурги, стоматологи, кардиологи, мамологи и другие специалисты весь день принимали всех желающих. Среди таковых и дети, и взрослые. Особое внимание пенсионерам. Люди благодарны. Наши люди благодарны. Сегодня утром чуть свет пришли, чтобы записаться, чтобы попасть на прием к врачу. И все-все благодарны. Выражают свою благодарность. Медицинский поезд отправился из Караганды 12 апреля. За это время состав уже побывал в 13 населенных пунктах. Обследовано около 2000 человек. Проведено более 50 операций. Выявлено немало больных с различными заболеваниями. «В результате работы нашего поезда выявлено достаточно много заболеваний, как среди взрослых, так и среди детей. Выявлены среди взрослых онкологические заболевания. Достаточно большое количество туберкулеза среди взрослых и среди детей также. Большое количество впервые выявленных сердечно-сосудистых заболеваний. Много анемии, заболеваний мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта». Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Это позволило проводить широкий спектр диагностических процедур. Это и УЗИ исследования внутренних органов, и эхоэнцефалография, и электрокардиография, и рентгеновские исследования, и биохимические анализы. Стоит отметить, что в нынешнем году в Казахстане продолжается реализация уникального социального проекта по оказанию мобильной, многопрофильной, квалифицированной консультативно-диагностической помощи сельскому населению, проживающему в отдаленных и труднодоступных районах. В целом сельчане довольны. Практически каждый старался не упустить такую возможность. Единственное пожелание – проводить такие акции как можно чаще. Каражал и Жайрем вместе – это большой город. Но хоть и большой, врачей здесь не хватает. Такой медицинский поезд нам очень помогает. Спасибо им. Но работает он только один день. А этого мало. Вот если бы два-три дня, тогда можно охватить максимальное количество населения. Медицинский поезд продолжит свою работу до 21 мая. Андрей Тенжек, Сылк-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде состоялись торжественные проводы призывников. В преддверии 25-летия образования Вооруженных сил Республики Казахстан новобранцы отправились проходить срочную воинскую службу. Торжественное мероприятие состоялось у мемориала боевой славы. Руслан Ермеков – один из 40 призывников. Молодой человек отправится в Акмолинскую область в войсковое подразделение сил воздушной обороны. Руслан считает, что служить Родине – это большая честь. Чувство гордости, что меня призвали. Буду верно служить Родине, защищать ее честь и достоинство. Провожающих в этот день было много. Родители, друзья призывников не упустили возможности впервые увидеть своего новобранца в военной форме. Жан-Казык Кабдулин – один из них. Сегодня он провожает сразу двух племянников. Очень рад такому организацию со стороны Акимата, со стороны Департамента управления по делам обороны. Как я знаю, сегодня призывники отправляются в Астану в силу воздушной обороны. Это очень хорошее место. А желание, конечно, желаю, чтобы они добросовестно, с честью выполнили свои обязательства перед государством. С напутственным словом к призывникам выступил заместитель Акима Карагандинской области Жан-Дос Абишев. Сегодня вы призываетесь в ряды вооруженных сил Республики Казахстан. Сумма в армии всегда считалась святым долгом каждого молодого человека. Защищая свою Родину, вы оберегаете свой дом, свою семью. Желаю вам крепкого здоровья, открытого неба и мира на нашей земле. Будь в нашей стране всегда царит стабильность и благополучие. Еще раз с праздником, дорогие земляки! Новобранцы набраны из 17 городов и районов Карагандинской области. Призывники специально отобраны для сил воздушной обороны. Они проходили персональную специальную проверку. Это отметил начальник Департамента по делам обороны области Орда Кукатов. В этом году весной из Карагандинской области планируется призвать более полутора тысяч новобранцев. Андрей Тен, Ажар Гибаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Тем, кто не боялся смотреть смерти в глаза, сражаясь за родную землю, в Казахстане уделяется особое внимание. В предпраздничные дни представители Департамента внутренних дел побывали в гостях у ветерана войны Асылхана Омарханва. Асылхан Омарханов родился в 1924 году в Алматинской области. Когда началась война, он был юношей. В свои 18 Асылхан Ата служил в городе Брянск, освобождал Курск и Смоленск. Большие надежды возлагались на юношу, и он не подвел. Мергебай Баймендинский. Согласно вам, я вам ваше 18-го. Я вам ваше 18-го. Я вам ваше 18-го. Согласно вам, я вам ваше 18-го. Посещать ветеранов в преддверии Великого праздника Дня Победы сотрудники ДВД Карагандинской области во главе генерала-майора полиции Мергебай Ажапарова давно стало доброй традицией. Помощь и поддержка – вот основная миссия на сегодняшний день, которую мы можем оказать ветеранам войны, отмечает Миргембай Баймендинович. Благодаря ветеранам мы получили свободу, мирное небо над головой. Это они, хоть и боялись, но не отступили, не сдались, защищая своих жен, детей и наше будущее. А долг каждого из нас – помните благодарить их за великую победу. Фариза Албаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С аналогичным периодом прошлого года снизился на 15%. Вот только то, что происходит на автодорогах, оставляет желать лучшего. Дорожно-транспортных происшествий стало больше на 8%. Число погибших при аварии выросло на 42%, а раненых – на 12%. У нас бы меньше было бы совершено ДТП с пострадавшими, в том числе и погибшими, если бы сами граждане соблюдали бы простые нормы, правила дорожного движения. Вопросов к начальнику местной полицейской службы у журналистов накопилось немало. На брифинге говорили о физической подготовке участковых, об освещении города в ночное время, о многих других нюансах работы стражей порядка. И в очередной раз затронули тему людей без определенного места жительства. «Общество, мир и добра, допустим, мы занимаемся со всеми неправительственными организациями, которые предлагают свои услуги, но этими услугами пренебрегают, конечно, эти граждане. Проводим профилактическую работу, больше никакого рычага у нас на сегодняшний день не имеем, как в наше советское время». Стража порядка уверяет, что ситуация, которая им подконтрольно, будет и далее улучшаться. Ведь местной полицейской службе помогают две частные охранные службы, полторы тысячи камер видеонаблюдения и тысячи граждан с нулевой терпимостью. Айнур Нурмангалиева, Исламбек Успан, Первый Карагандинский. Впервые в Казахстане проходит Олимпиада по полиязычу среди студентов из 15 вузов республики и 10 вузов стран Центральной Азии. В течение двух дней участники проверят уровень своих знаний родного, государственного языка и одного или же нескольких иностранных языков. Всего в Олимпиаде принимают участие более 100 студентов. Асель Сазанбаева с подробностями. Аманулло Каланзада приехал из Таджикистана. Сегодня он учится в медицинском университете. Владеет таджикским, русским, английским и немецким. Английский изучал в школе. Поступив в университет, решил выучить и немецкий. В планах у Аманулло выучат еще два языка – китайский и арабский. Я хотел бы сегодня проверять свои навыки в этой Олимпиаде. Я рад, что пригласили меня, приняли заявку. Атмосфера здесь очень хорошая. Главный приоритет Олимпиады – это сохранение и развитие языкового и культурного многообразия через образование. Всего на участие заявлено 18 языков. Среди них казахский, русский, английский, французский, а также китайский, корейский, шунганский, язык дари и многие другие. Всего принимают участие в соревнованиях студенты из 25 вузов. Особенность Олимпиады в том, что каждый участник состязается как минимум в трех языках. Это предварительное условие на участие в Олимпиаде. Родные языки участников различные. То есть здесь и носители уйгурского языка, и носители казахского, безусловно, русского языков. Не считая родной язык, должен знать еще три языка. Отрадно то, что многие участники, более половины участников заявили участие в четырех и в пяти языках. В течение двух дней участники будут не только тестировать свои знания, но и участвовать в семинарах, круглых столах и тренингах. Помимо этого будут проводиться специальные семинары по вопросам подготовки кадров полиязычного образования. Велен Молотов-Лучанский считает, что это большой шаг в развитии полиязычного образования в Казахстане. Зарубежные вузы Центрально-Азиатского региона – это такая подпитка, такие ручьи знаний к нам притекли, которые для нас это очень серьезный шанс, которые нам позволят дальше двигаться. И вот то, что сегодня студенты будут соревноваться, что будут проводиться мастер-классы, что будут семинары в рамках Олимпиады проводиться, это будет замечательный старт нового движения вперед, вот этой модернизации общественного сознания, о котором говорит лидер нации, Мустан Абишевич Зарбаев. Итоги Олимпиады подведут 6 мая. Помимо призовых мест предусмотрены также номинации. Лучший знаток родного языка, лучший знаток иностранного языка, суперполиглот и многие другие. По словам организаторов, такая полиязычная Олимпиада станет традиционной. Асель Сазымбаева, Жак Сулык Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И последнее. Лучших молодых парикмахеров выбрали в Караганде. Учащиеся профессиональных технических лицеев соревновались в умении создавать торжественные прически. Как определяют креативность парикмахерского искусства, узнавала Айнур Нурмангалиева. Прически на выпускной бал должны были создать юные парикмахеры. Основные требования по каждой модели – современность и максимальное соответствие прически внешности и ансамблю одежды. Участие в конкурсах потребовало от мастера значительных технических знаний, творческой фантазии и неординарности художественного мышления. Две номинации в этой категории – «Вечерняя прическа на длинных волосах» и «Креативная прическа на длинных волосах». Участники выбирают, в каком виде они будут участвовать. А также в рамках Экспо-2017 «Энергия будущего» мы будем показывать коллекции по этой теме. Это четвертый региональный конкурс парикмахерского мастерства «Лучший по профессии». Соревнуются между собой учащиеся трех профессиональных технических лицеев и студии парикмахерского дела. Из нескольких десятков молодых талантов в финал конкурса прошли лишь 24 участника. Как оказалось, большинство из них впервые взяли в руки расческу и ножницы еще в стенах школы. «Это, наверное, началось со школы, с восьмого класса. У меня сейчас 20 и вот на протяжении этих лет. Потому что мне это нравится, я этим увлекаюсь, я уже работаю по этой профессии и буду идти к своей цели дальше, достигать». В школе парикмахерского искусства Светлана Хребтова занимается вот уже третий год. За этот период она успела принять участие не только в республиканских состязаниях, но и в конкурсах международного уровня. Потому, с каким интересом выполняют свою работу молодые участники парикмахерской битвы, можно с уверенностью сказать, они нашли свое, по-настоящему, любимое дело. А это жюри конкурса. За качеством работы и неординарностью внимательно наблюдают члены Союза художников и дизайнеров Республики Казахстан, ведущие преподаватели и мастера универсалы парикмахерского искусства. Они считают, что конкурс – прекрасный стимул для профессионального роста. Победителям конкурса были вручены ценные подарки и грамоты. Айнур Нурмангалиева, Улжас Габбас, Первый Карагандинский. Это все, о чем успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова